Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу представить вашему вниманию краткий обзор винтовочной пули от австралийской компании Вудлич. Сегодня я расскажу о пулях в калибре 366, 9,3 мм, вес 232 грейна, 15 грамм, линия Wildcore PPSN, БК 0,307. Выпускаются пули в картонных коробочках по 50 штук. Пули Вудлич – это пули для охоты, других пуль они не выпускают. Wildcore технология сейчас я не вам расскажу. Вот так выглядит наша пуля. Это самая лёгкая пуля в девятке, насколько я помню. Самая тяжёлая у них 320 грейна, 232 грейна – самая лёгкая. Вот мы здесь видим заострённый нос. Носовую часть у нас Protector Point – это свинец не выступает за края оболочки. Здесь мы видим каннелюр, который позволяет делать правильную кремповку при сборке боеприпаса. Донная часть у нас имеет плоское основание. Пули Protector Point очень популярны. Пули созданы, чтобы удовлетворить практически любые требования охотников. Технология Wildcore. Пули технологичные, основная особенность этой пули, вообще любых пуль Вудлич, которые по технологии Wildcore, они бывают круглоносые, бывают вот такого плана ПП. Это практически 90% сохранение веса и практически полное отсутствие отделения свинцового сердечника от латунной оболочки. Это достигается у нас двумя, так скажем, путями. То есть сама оболочка у нас имеет специфический сплав 90% меди, 10% цинка. Оболочка у нас имеет толщину 1,6 мм. Высокотехнологичное производство именно оболочек. То есть соблюдена, опять-таки, оптимальная конусность оболочки. Это дает возможность надежного контролируемого расширения. При широком диапазоне скорости удара, ну, опять-таки, тут для каждой пули в каждом калибре эта скорость разная, ну, вот про эту пули я позднее вам скажу, какая рекомендуемая производителем скорость для нее. Сплавление чистого свинца – это вторая, опять-таки, вторая технологическая особенность именно технологии Велдкор. То есть он здесь, чистый свинец, сплавляется с металлической оболочкой, с латунной, да, и это сводит к минимальной фрагментации. Ну, на самом деле, все современные производители, следящие, так сказать, за спросом, да, то есть это у нас и Хорнади, и Нослер, и Гекка, ну, все-все-все практически, все сейчас у нас используют технологию сплавления свинцового сердечника с оболочкой, ну, у кого-то там другие ноу-хау, там, Интерлоку, Хорн, и так далее. Потому что, ну, еще 50 лет назад основной проблемой полуоболочечных полей – это была как раз вот большая фрагментация, когда у нас при попадании в цель, ну, сердечник или рассыпался, или отслаивался от оболочки, ну, что сказывалось, опять-таки, на потери от мяса, да, потому что, ну, одно дело, когда у нас гриб, который собирает в себя там до 90% пули, другое дело, когда у нас гриб, который на 60% состоит, всего остаток, да, остальное все разлетелось. Вот, то есть, ну, пули в удлище ценятся, очень сильно они ценятся охотниками, да, то есть, в принципе, эти пули и в крупных калибрах, и в африканских, вот. Пули высокотехнологичные, пули небюджетные, ну, по этой пуле я бы рекомендовал ее для охоты на среднюю крупную дичь на средних дистанциях, да, то есть, в принципе, по отзывам до 200 метров у меня есть, с 9,3 на 62, вот. Ну, по большому счету и до 100 метров она прекрасно работает. Здесь единственное, стоит, конечно, обратить внимание на то, что носовая часть у нас все-таки чуть-чуть заострена здесь, да, я не буду сейчас врать именно вот про этот вес, а так компания Клудлич выпускает пули круглоносые, да, то есть, они для леса будут получше, то есть, смотрят, где вам охотятся, ну, вот, если для леса все-таки эта пуля и эта форма пули, да, она может чуть-чуть быть зависима от рикошетов, кусты, трава, да, то есть, возможно, отклонения, то есть, если в лесу, то лучше взять круглоносые, потому что это пуля, в принципе, любит открытое пространство. По калибрам подойдет она, ну, естественно, 9,3х53, 9,3х62, 9,3х74, по идее, тоже, ну, туда я бы все-таки потяжелее, там, 10,50 грамм хотя бы. Для достижения максимального, так скажем, расширения, да, и производительности, у нас компания Вудлищ рекомендует скорость удара, чтобы была не более 820 метров в секунду и не менее 610. Вот, это вот рекомендации производителя. Хорошо у нас себя поведет это пуля в магазинных винтовках, в карабинах, да, то есть, у нас здесь свинец не выступает за края оболочки, то есть, деформации носовой части здесь при полуавтоматической подаче не будет у вас, да, то есть, если у вас не болт, которому, в принципе, это не принципиально, то тоже, вот, имейте в виду. Сейчас скажу, какая длина у нашей пули. Длина пули 29,1. Сейчас мы проведем контрольное взвешивание. Так, первая пуля 232,0. То есть, ровно 232. Вторая пуля 232,1. Третья пуля 232,0. Четвертая пуля 232,0. Пятая пуля 232,0. Ну, вот, вы сами все видите, это вудлич. Тут у нас 0,1 грейн где-то было. Ну, да, вот, 0,1 грейн с пяти. Ну, крайне интересно, посмотрим шестою пуля. 232,0. 0,1 грейн, в общем, здесь гуляет. Вот, что, в принципе, совершенно не критично. Ну, опять-таки, для пули в таком весе, да, это совсем ни о чем. Спасибо большое, друзья, за то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Берегите себя, не болейте. Хороших вам охот. Удачных, точных стрельб. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!